Пустая? А я кулова вообще. Не обидно, что приехали? Ну слава Богу. Ну вот видите как. Значит, будете ехать в следующий раз. Субтитры делал DimaTorzok 2006 года. Директором. Затем ушел на пенсию. А когда ушел на пенсию, то подрабатывал учителем еще 7 лет. И получил стаж в 48 лет. Почти ничего не знал. Знал я как рыболов-любитель. Вот когда они на рыбалку пойдут, то знал, что нацопить можно, как взловить. Не знал ни холерия, а что ж тут. Вот эта книжечка, она уже потрепанная, мне подарил один знакомый. Тут для разведения рыб хорошая вот эта книжечка. И тут все рыбы. Запускаю карпа, допустим. Я уже прочитал. Как один растится, когда он вялый, когда он оживая. Вот такое дело. Так что особых знаний нет, конечно. Не рыбовод же, не рыбовод. Но тем не менее. И вот потихоньку. Утром поднялся в 5 утра. Вот я жду мне полтора часа, пока я вокруг обойду. Я уже зарад бодрости получил. Да и так придели уже, придели. Она привыкла со мной ходить. Из-за чего? Вот и найдет. Рыбаки сидят, угостят чем-нибудь. Выпиваются иногда. Мужики заживались, а вижу, уже колбасы понесла кусок в зубах. Сама украла. И поэтому она впереди меня уже там сразу. Начинаются мои владения. Вот и она туда уходит узкой полосой. Так вот эта речка бежала когда-то. Тут ее расширили. И получилось. Пруд. Перед этим был арендатор. Такой хлопец. Что-то он тут с людьми не поладил. Что-то такое. Да и не занимался. Я бы не продлили аренду. И бесхозным озеро было год. Раз бесхозное. Тут лодки, весь город сидел. Тут давили, чем хотели. Предложили. Возьмись. Ты ж на месте. Уже пенсионер. Делать тебе нечего. И вот уже два года занимаюсь. В 16-м году декабрь взял. 10 рублей. 10 рублей. За световой день. От востока до заката. По-моему, по-моему, тоже самое дешевое пока. Потому что по 15 берут, по 20. Но я пока не выгодовал такой, чтобы 50-килограммовая рыба. Самая большая у меня рыба дает 1-килограмм до 3. Поэтому я пока цены не дую. 650 рублей в год аренда. И 5% доходу в налоги. Первый год работал я аж ничего не получил. Заработка никакого. Потому что только зареблял. Не сказать, что крупный заработок имеешь. Но можно жить. Говорил один мой знакомый. На хлебушек пенсии есть. А вот на маслице можно заработать. Собственную картофель выращиваю. Сотки сажу. Запарываю картошку. С комбикормом ее. Комбикорм покупаю. Кормлю там, где рыбак не закинет воду. Потому что они там собираются. И жируют. А уже рыбаки сами приезжают. Тут кидают по ведра этого кормлю. Так что она тут не голодача. А каждый день рыбу кормите, нет? Нет. Две недели раз. Ну как у вас на глубине этой? Картошка под головой. Картошка пока не пошел? 12 рублей это приемлемая цена. Как бы более, то еще стоит подумать. Вообще, озеро так не плохое. И подходы такие хорошие довольно. Есть бочки, контейнера, куда можно мусор выбросить. Не видно, что человек занимается. Ой! Я тут запуталась у вас. Сейчас я вас достану. Русалку поймал. Она ж на живца идет. Когда я принял тут от дороги, нельзя было подойти к этому озеру. Я его вылезал. По пятницам приезжаю машину мусор убирать, бытовые отходы. Наша задача тоже там все что собрать. Я мусорницы расставил. Но в основном это рыболовцы. Каждый год трижды зарубляю. Около полутоны запустил карпика. Годовалика. Привез из березовки сельца Амура. Трехсотграммового и дальше. Вот первый, как открылся в мае месяце, то встать негде было, понаезжало. Дело в том, что в Барановиче дорога хорошая. Подъезд отличный. И озеро так не заросшее такое подойти можно. Поэтому люди едут по выходных. По выходных здесь бывает завозно. Как рыбалка? Мы еще ничего не зловили? Одного. Красота? Вот так. Не, не одного. Так и карпик вон есть. Где-то мановая бачиться. Хороший вон карпик. Ну, так уже неплохо, неплохо. Слава Богу. Для рыбака это уже не зря сидел человек. Ну, так сказать, по сравнению с другими сельчанами, я получаю неплохую пенсию. 450 рублей. Вот теперь это ужас. Вот хлопец трактористом, не, шофером проработал тоже много лет. Пошел на пенсию. 280 рублей. Ну, как на ней прожить? Когда-то дед мой, еще перед революцией, дед поехал на заработки в Петроград, а его родной брат Иосиф поехал в Америку. Переписывались с батюшком двоюродные братья. Советский властик пришла. Связь всякая прекратилась. Пять лет назад Тая, уже моя троюродная сестра, нашла нас. Она приезжала уже, вот каждое лето тоже приезжает. Работала простым бухгалтером где-то в офисе. Получает от меня пенсию. И за свою пенсию она приезжает сюда. Тут неделю. И уезжала от нас, говорит, хожу еще в Европу, в Прагу хочу побыть. Кажу, что я со своей пенсией два раза в Барановичи, и то думаю, как тут сэкономить. Она получает где-то, понимаете, 13 тысяч долларов. У них на пенсию выходят. Это начинается жизнь, начинается отдых. У нас этого пока нет. Хотя, я говорю, еще и жаловаться мне лично не приходится. Население местное. У меня ловень бесплатный. Я ни платы не меру никакой. Поэтому вот есть таких 4-5 рыбаков, которые мне помогают. Здравствуйте, Иван Ильич. Что без удочек? Чего без удочек? Еще рано. Рано еще. Клевнина чем вся? Клевнина. Ну, ничего. Хочешь рыбку есть, надо и в одну залезть. И кормушку доставим, и крючки доставим. И карача доставим. И карача доставим. И карача доставим. Главное, снасть спасена. Бывают эксцессы. А что такое? Позахватывали тут. Кто ты такой? Что ты схватил это? Мои гроши должны платить. На что я отвечаю. Ну, я ж не зову тебя здесь и не привязываю. Не нравится. Ищи другое место. Я ж тоже даром мне рыбы не дают. Корм мне даром не дают. Я ж пришел для того, чтобы тоже заработать. Откровенно говоря, раз в аренду взял. С народом надо уметь работать и жить. Вот иногда мне рыбаки говорят, к тебе приятно приехать. Потому что в другой раз они там мат перомат. Там не туда сел. Это все. Я всегда по-человечески и отношусь. Ты ко мне по-человечески. Тут нема проблем особых.